мы переходим к сухим скрабом сегодня у нас будет рецепт такой скажем базовый сухого скраба и я бы его взяла за основу чуть позже у вас будет антицеллюлитный скраб тоже интересно немножко другая комбинация ингредиентов но мне кажется и тот и тот заслуживает внимание а вот какой станет вашим любимым вы выберите когда попробуете этот этот ингредиенты крайне простые крайне дешевые мы будем работать с молотым кофе здесь у меня 70 граммов молотого кофе обычное оливковое масло рафинированное его 30 граммов я уже взвесила все 7 граммов полисарбата он нам нужен для того чтобы тело после использования скраба было мягким но при этом без масляной пленки мы с вами попробуем чуть позже сделать еще и скрабы масляные исключительно масляные потому что я знаю что есть любители масляных скрабов но сейчас вот предпочту сделать скраб с полисарбатом витамин е нам тоже нужен для того чтобы срок жизни скраба был дольше вилка обычная кухонная но она мне уже почти сроднилась со скрабами и отдушку я сегодня беру кокосовое молочко это еще одна моя находка что вот эта отдушка классно сочетается с кофейным ароматом при желании если вы хотите сделать совсем базовый рецепт вы можете не добавлять туда отдушку потому что аромат кофе сам по себе настолько самодостаточный и большинству людей нравится что можно в принципе ничем не добавлять но я бы дополнила вот такой отдушкой просто мне сегодня хочется вам об этом рассказать упаковывать я буду в банку хотя скраб можно упаковывать и в пакет фольгированный и это выглядит конечно же эффектно и мы привыкли видеть это в инстаграме все что нужно смешать понимаете тут ничего не нужно особенного делать мы просто вот выливаем вот так много масла сначала когда выливаете как все сейчас все затопит ужас и кошмар это сколько же мы туда всего добавили плесарбат я взвешиваю чуть чуть больше плесарбата чтобы на стенках вот это вот осталось и мы не потеряли в качестве продукта можете кстати провести эксперимент берете плесарбат выливаете вот все что вы можете из него вылить и потом взвесьте стаканчик сначала взвешивайте стаканчик до того как наливаете плесарбат взвешиваем сухой стаканчик напоминаю чтобы там не было влаги там спирта и всего прочего протираем хорошо посуду перед тем как добавлять нее какие-либо ингредиенты и 1 грамм витамина е нам тоже нужно сухой чистой вилкой я туда вот так залезу ну можно просто взвесить и 15 капель отдушки так вот вы взвешиваете взвешиваете свой стаканчик потом наливаете у него полисарбат выливаете все что вы можете и взвешиваете уже с тем сколько полисарбата осталось надо сказать что конечно же скрабы хороши тем что они невероятно экономичны в изготовлении нам не нужны какие-то супер сложные ингредиенты вот он такой у нас получается он раз получается рассыпчатый достаточно рассыпчатый когда вы будете наносить его на тело вы увидите что он очень хорошо распределяется по телу готово наш сухой скраб вот так выглядит использовать его удобно можно кстати к нему как раз приложить деревянную ложку это будет и эффектно и экологично и вместе с этим вы позаботитесь о своем клиенте чтобы он понимал как этот скраб использовать дальнейшем очень понравился Продолжение следует...